Народный интерес Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес» ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Радин. Сегодня у нас в гостях Юрий Анатольевич Столповский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией сравнительной генетики животных. Института, такое длинное название, Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова. Добрый день, Юрий Анатольевич! Добрый день! Юрий Анатольевич, очень рада вас видеть у нас в студии, потому что мы сегодня поговорим на очень важную тему сохранения биологического разнообразия. Что у нас в России происходит, удается ли сохранить нам то, что нам осталось от наших предков, и, может быть, даже увеличить это разнообразие? Да, хотелось бы увеличить наше разнообразие, но я прежде чего скажу для слушателей, что мы, я, вернее, занимаюсь достаточно узким направлением, не в широком смысле биологическим разнообразием, а агробиоразнообразием. Ну, вот оно самое главное. Это, да, это породы животных прежде всего, это сорта растений, и речь идёт о наших национальных породах. То есть мы говорим не о каких-то дикоросах, мы не говорим о тиграх и леопардах, пусть они живут сами по себе, а мы говорим о том, что выращиваем мы сами, так? Пусть они живут в дикой природе, мы говорим о тех видах животных, которые нам поставляют на стол продукты. А, вот и поговорим, то есть мы поговорим о том, что в конечном счёте мы едим. Да. Так, ну давайте начнём. Мы являемся тем, что мы едим. Да, мы являемся тем, что мы едим. Ну вот, хотелось бы сразу сказать, что вы у нас же не просто доктор биологических наук, вы ещё при этом председатель правления, оно автономная некоммерческая организация, которая называется «Хранители». Что вы храните? И ещё вы председатель ещё одной организации, которая называется «Ковчег», так, правильно? Не совсем так. Я, наверное, один из лидеров «Ковчега» эко-гастрономического международного движения «Еда без пешки». А оно «Хранители», да, это достаточно молодая организация, и основная цель – это сохранить традиции, в том числе наши ресурсы, о чём мы сегодня, наверное, будем говорить. Вот, традиции, как кухня, традиции, как знания, традиции, как разведение той или иной породы. Ну, давайте о традициях. Давайте. Ну, начнём с чего? Начнём с земли. Начнём с земли и с того, что на ней растёт, потому что потом уже животные съедят или в виде зерна, или в виде там силоса, или сена, или ещё чего-то. Поэтому сначала о биоразнообразии растительности культурной, которую мы выращиваем. Сейчас существуют две противоположные точки зрения, как мне известно. Такие одни говорят, что всё уничтожено, а другие говорят, вот у нас какое-то время мы не выращивали, у нас земля отдохнула, мы никакие не вносили удобрения, и сейчас будет лучше, чем вчера. Я вообще не люблю крайности, всё уничтожено, не уничтожено. Конечно, не уничтожено. Если говорить про растения, то у нас первое, что есть, это в Вире великолепная коллекция Николая Ивановича Вавилова, где собраны просто уникальные экземпляры наших древних национальных сортов растений. Что касается животных, ситуация, конечно, сложная, но она во всём мире сложная. И единственное, чем мы сейчас на данном этапе отличаемся от всего мира, это тем, что у нас нет государственной программы поддержки, системы управления нашими генофондами. Вот это самое основное. И я считаю, что в этом направлении я лично должен работать, чтобы такая программа появилась. А как же нет программы? Вот так мы поддерживаем либо на уровне региона, либо мы можем единственное, как поддержать нашу породу, организовать генофондный статус. Далеко не каждый фермер, крестьянин сможет это сделать. Я вас уверяю, это достаточно такая процедура непростая. Сейчас очень часто говорят о том, что, посмотрите, какие замечательные, опять же, две, вот вы хоть и не любите крайности, но две тоже противоположные точки зрения. Одни говорят, я покупаю только, и называют какую-нибудь страну только такие семена. А другие говорят, нет, надо вот брать у бабы Маши эти семена самые лучшие. Вы знаете, вот есть понятие такое адаптивность. Ну, вот я всегда пример такой привожу. Представляете, мы сейчас вот из этой студии теплой и уютной перенесемся с вами в Амазонию. На ту еду, на ту воду. И у нас, по всей видимости, могут возникнуть какие-то проблемы. То же самое как бы с животными. Потому что если они веками разводились в каком-то конкретном месте, они адаптированы к конкретному месту. Вот пример лошади, так называемой Чингисхана, алтайской лошади, которая разводится на горном Алтае. Там ни одна другая порода не сможет выжить в тех условиях, в которых эта лошадь разводится. Она низенькая? Она, я бы сказал, она небольшая, она компактная, вот она обладает очень сильными ногами, твёрдыми копытами. И, соответственно, только в тех условиях она сможет, например, перенести охотника или на ней можно пасти скот, перевозить какой-то груз и так далее, и так далее. То есть, где родился, там и пригодился. Ну, в общем-то, да. А вот то, что вы говорите, там завести какие-то другие семена, это достаточно сложная проблема. Да, есть как и породы, высокопродуктивные, так и семена. Тут есть серьёзная проблема в этом отношении. Нужно очень внимательно смотреть, куда и что мы везём. Не надо бездумно возить на север породы, которые теплолюбивые. Например, тех же лимузинов, мясной породы, завозить на крайние севера. Так это есть. Я знаю, что это есть. Я была в Якутии, и там мне сказали. Абсолютно неверное решение. Ой, вот мы завезли такой высокопродуктивный скот, вот эта лимузинная. Вы понимаете, вот мы говорим о национальных породах, и у них есть такой клише, но они действительно менее продуктивные. Но они, повторю, адаптированы к определённым условиям и даёт, может быть, меньшую продуктивность, но продукция совершенно другого качества. Возьмите ярославских коров Ярославской области. Это же уникальное животное, которое производит уникальное молоко, где сочетание белка и жира, наверное, лучшее в мире. А в чём оно состоит? В чём эта уникальность? Уникальность в том, что это молоко, вот белок и жир, оно как бы идеально, и из этого молока можно производить прекрасные сыры, твёрдые сыры. Вы, наверное, знаете, что не каждое молоко подойдёт под производство хорошего качественного сыра. Особенно сыра не индустриального, а экологически чистого сыра. И здесь уже нужна определённая составляющая молока. Так вот, наши коровки как раз дают такое молоко. Они сохранились в том объёме, в этих стадах, в котором они были? Конечно, нет. У нас произошло, об этом, я думаю, все знают, наши слушатели. Хотелось бы цифры. Произошло катастрофическое вообще сокращение поголовья. То есть, там было 40 миллионов коров, стало 13 миллионов. Вот вам цифры. Но за этими цифрами, количественными показателями, очень часто забывают о качественных показателях, это опять-таки породы. Потому что породы – это структурные единицы, которые позволят селекционерам вести селекцию и, соответственно, произвести какую-то продукцию в конкретном регионе. Ну, представьте, в России, я могу ошибаться, но, по-моему, 20 экологических зон с разным абсолютно климатом. И вот представляете, мы одним каким-то сортом растений или одной породой закроем всё от Якутии до Калининграда. Это можно сравнить с тем, как Хрущёв привёз кукурузу и засеем всё. Да, в определённых условиях кукуруза – это великолепный как бы продукт, но опять-таки она для определённых широт. Так, ну вот мы всё-таки начали, мы ушли как-то к животным, всё-таки от растений. Что у нас сохранилось? Вот чем мы можем сейчас всё-таки похвалиться? Вот это у нас есть. В отличие… и как мы отличаемся от всего мира? Ну, вы уже сказали, первое отличие – у нас нет государственной программы по сохранению национального этого разнообразия. У нас вот по растениям здесь есть серьёзная подвижка, потому что был принят, насколько я знаю, модельный закон по сохранению генетических ресурсов. Его активно, в общем, обсуждали, насколько я помню, в Совете Федерации. И инициировал его Всероссийский институт растеневодства. И там, в общем-то, много интересного заложено для того, чтобы вот такие системы сохранения создать по всей России. Законодательно закрепить, в том числе, и такое понятие, как национальное достояние, селекционные достижения. Они есть в законах, такие законы есть, но это должно работать. Государство должно охранять наши сорта растений. Мы, конечно, можем похвалиться и льном, и рожей, лён. Но это же наша исконная как бы… Нет, только давайте не в прошлом храниться. Вот давайте хвалиться. Нет, так эти сорта есть, нужно разводить льна разная. Я просто не могу назвать там конкретные, но они есть. Есть рожь, есть пшеница, картошка, морковь. Есть отечественные сорта, которые, собственно говоря, они… ну, я думаю, что их потенциал, он до конца как бы не раскрыт. Раз. А во-вторых, у нас как-то действительно какая-то мода пошла на иностранщину. Вот всё везём, везём, везём. Хоть дурака, да издалека. Да, а вот своё как-то вот… ну, как пренебрежительно. Сколько я слышал в регионах, про их очень много регионов, где говорят, ну, это же, в общем… Нет, не используются спросом, мне вот так говорят. Вот, а породы… А что своё не пользуются спросом. Да, да, да. А породы и сорта, ну, как они будут пользоваться спросом, когда никто не занимается, никто не пропагандирует, не рекламирует, ну, такое слово скажу, не пиарит. Вот давайте прорекламируем. Давайте прорекламируем. Ну, кроме льна, что ещё мы можем сказать? Ярославские коровы, ещё. Астраханские арбузы. Астраханские арбузы. Вот, мы можем… Ну, это уже бренд такой, да? Да, мы можем наших овец, мы можем кабардинскую лошадь. Романовская овца. Романовская овца, пожалуйста, да. Это уникальное селекционное достижение. И вот вам, кстати, положительный пример, потому что не всё так негативно. В своё время в Министерстве сельского хозяйства было чёткое указание, необходимо сохранить эту породу. И в течение пяти лет были созданы и генофондные, и племенные хозяйства, в частности, Ярославской области в Углическом районе. Эту породу поддержали, реально поддержали. Был момент, ещё чуть-чуть, и, собственно говоря, там так называемое близкородственное скрещивание, и порода уже нет, то есть малая численность. А это порода по всему миру, она есть во Франции, она есть в Румынии, в Венгрии, в Чехии, она есть в Германии, потому что это уникальная порода, доставшаяся нам, кстати, от предков. От предков. У нас же передача «Народный интерес», да? И народу интересно, что он может сделать для того, он народ, чтобы сохранилось именно наше достояние, в этом смысле биологическое разнообразие, чтобы мы не хвалились только, что где-то там есть голландское, замечательно, пусть будет голландское. Пусть даже у нас это будет, но, тем не менее, мы не должны забывать про то, что нам досталось от наших предков. А это порядка 200 пород среди только 33 домашних видов. Ну, я думаю, вы, наверное, знаете, что основную продукцию мы получаем от 5-6 видов домашних животных. И очень важно вот именно в этих видах сохранить так называемое разнообразие. Для чего? Да чтобы у нас стол с вами был наполнен натуральными, экологически чистыми, вкусными, честными продуктами. О, как честные и чистые продукты. Да, чистые, я думаю, ну, это достаточно такой слоган. Кстати, слоган вот этого, это не мое ноу-хау, это слоган вот Агран, это слоган международной организации, ну, по-английски slow food, по нашему еда без пешки, вкусно, чисто и честно. Причем уже многие наши коммерческие фирмы взяли на вооружение, я не буду их рекламировать, но они уже многие пишут, в частности, один из местных комбинатов, что у них продукция вкусная, чистая, честная. Вы верите? Ну, я вообще по жизни верю людям, но нужно верить, да проверяй. В общем, сейчас есть возможность все это дело проверить. Но то, что вкусно, по-моему, всем понятно, чисто нам тоже, а вот честно. Объяснить слушателям? Ну, давайте объясним. Я думаю, что вот философия как бы еды без пешки, честно, это производитель, наш производитель должен получать адекватную честную компенсацию. Вот сейчас этого не происходит. Сейчас честную адекватную компенсацию получают переработчики и торговые сети. Так, вот с этого места поподробнее. Ну, мы с вами произвели молоко. Так. Давайте вот мне пример, он, в общем, всем понятен. Ну, в регионах по-разному где-то около 13 рублей литр. Вот я производитель, вы у меня купили молоко. А за сколько вы покупаете его в торговой сети? Ну, минимум 30 рублей. Это минимум. Это минимум. Ну, вот посмотрите, где эти деньги, почему мы платим такие деньги, почему производитель получает такую небольшую... А от чего он должен получить эту разницу? Как вы думаете? Он, вы понимаете, у нас сейчас так система построена без кооператива, достаточно сложно без кооперации. И он должен получить по всей видимости от закупочного кооператива. Его должно поддержать государство. Ведь во всем мире это все датируется. У нас это датируется, но крайне слабо. Более того, у нас спрос на молочную продукцию, он с таким мощнейшим перекосом. Ведь смотрите, мы начинаем забывать наши исконные национальные продукты, российские продукты. Это ряженки, это варенцы, это кефиры, у нас йогурт, у нас целое йогуртовое поколение выросло. Вы против йогурта? Я не против йогурта, но я хочу, чтобы на полке и мои дети ели и варенец, и ряженку, и простоквашу, и кефир. Я в вашей статье в одной прочитала такое выражение. Читаю рекламу йогурта, что там полезные бактерии. Ха-ха. Это я могу сказать конкретно, потому что у нас в лаборатории проверялись эти йогурты на наличие этих полезных бактерий. Вот в лучшем случае там ничего нет. То есть это сознательное введение в заблуждение? Конечно, конечно. Это такой маркетинговый ход, когда сейчас очень многие производители на, так скажем, не совсем натуральных продуктах пишут такие вещи, как эко, как био. И тем самым, в общем-то, вводят собственные тесты какие-то. То есть сама компания себя проверяет. Она где-то протестирована. И пишет, да, био, эко. На самом деле никакого отношения ни к биоэко не имеет. И тут мы выходим на очень интересную тему, связанную прежде всего с экологическим сельским хозяйством или с органическим земледелием, которое очень бурно развивается во всем мире. Настолько бурно, что там называют какие-то сумасшедшие вообще обороты. Я не эксперт в этом отношении, но на данном этапе называют оборот 80 миллиардов долларов. И, естественно, в 20-30 процентов прирост, особенно в Европе производства таких продуктов питания. А у нас закон об экологическом сельском хозяйстве до сих пор не принят. Многие даже говорят, он не нужен. Почему? А какие аргументы? Ну, аргументы, как правило, людей, которые уже наладили бизнес в этом направлении. По большому счету, наверное, уже не нужен еще. Не нужна конкуренция. Такая лишняя конкуренция, абсолютно. Ну, я так думаю. Может быть, здесь что-то я недопонимаю. Ну, Украина, например, в начале октября Янукович подписал закон об экологическом сельском хозяйстве. Все-таки? Все-таки подписал, да. А что у них там с салом-то происходит? Все, как в ВТО, вступили, и говорят, сало теперь только из Польши? Экологически грязное, экологически чистое? Какое там оно? Ну, с ВТО мы должны еще очень активно понять эту структуру, адаптироваться и приспособиться к... Уже теперь деваться некуда. Ну, да, нам деваться нет, мы все это дело подписали. И я думаю, что для сельхозпроизводителя, конечно, наступят не очень такие приятные времена. Но нужно понимать, у нас же, к сожалению, очень мало специалистов, которые реально понимают. Нужно разъяснять тем же фермерам, нужно их обучать. Вот, конечно, наши же первые лица сказали, я с ним полностью согласен, что у нас колоссальное преимущество есть по производству чистых, экологически чистых продуктов. У нас есть естественное пастбище, у нас много воды. Вот, нам бы еще сохранить животных своих, но вообще цены бы не было. А что надо сделать, чтобы сохранить их? А я уже сказал, что... Ну, кроме дотации. Да нет, не дотации, здесь, с моей точки зрения, во-первых, нужен очень мощный посыл государства, что нам это необходимо, это наше национальное достояние. Я прекрасно понимаю, что «Газпром» – это наше национальное достояние. Прекрасно понимаю. Это мы совсем наши. Но, тем не менее. А вот породы, созданные нашими предками, или породы, создаваемые в советское время – это что? Орловский рысак – это что? Понимаете? Вот сейчас существует абсолютно четкое мнение – все, что создано человеком, это бесценно. Ведь тигра мы не создавали, а вот, допустим, тех же костромских коров мы создавали. А куры русские? Орловские курицы. Павловская курица исчезла, но ее сейчас восстанавливают. Кур у нас тоже достаточно много. Вот, и они необходимы для производства вот именно органики, органического продукта. Потому что есть кроссы, которые выведены для птицефабрик, а есть куры, которые должны гулять, понимаете? Должны лапкой… Лапкой грести там чего-то. И кто, ну, я думаю, что именно в народном радио прекрасно понимает, чем отличается, например, деревенская курица от курицы, которая… Я думаю, даже на антинародном понимают, что курица… А это же все, понимаете, это же все не эстетство, это все не баловство, это все в конечном счете выходит на проблему здоровья нации. О! Это же серьезная проблема, это проблема устойчивого развития сельского хозяйства, это продовольственная безопасность. А потом, если мы зависим от каких-то поставщиков, ну, завтра что-то случается с теми поставщиками, ну, дай бог им всем здоровья и счастья, но давайте, так, мы все-таки должны опираться только на себя, на свои силы. Ну, знаете, есть продукты, опять-таки, вот есть молодые менеджеры, я иногда встречаюсь с этими людьми, они говорят, ну, вот, и мне начинают пример приводить про финики, про бананы, ну, как же, вот мы их завозим, типа, и молоко завезем. Мы, кстати, завозим сухого молока много очень, потому что молочный рынок очень серьезно так захвачен, я так сказал. Вот мясо мы везем и так далее. Конечно, мы должны произвести свое. Более того, я повторю, и наш президент, и премьер, и Валентин Матвиенко, они говорили в разных интервью, что вот именно производство экологически чистых продуктов, это может стать вторым нашим газом. Ну, говорить-то это хорошо, надо делать. Нет, понимаете, у нас в стране вот нужно говорить, вот люди слышат в регионах и делают региональные программы. Например, уже давно есть опять положительный пример, потому что я не хочу, чтобы у наших слушателей создавалась вообще такая гнетучая. Только оптимизм, давайте. Ну, оптимизма немного, но, например, есть региональная программа там в Калмыкии по поддержку калмыцкого овцы, калмыцкого скота. Есть тема, связанная с мясным поясом. Там, конечно, очень много работы. Есть тема на Кавказе, поддержка своих пород. Есть тема в Туве, где тувинская овца, фактически короткая жирнохвостая, которая очень... В Бурятии там есть такая же программа. В Бурятии. В Бурятии вообще там люди скинулись на то, чтобы вернуть свой скот из внутренней Монголии. Да, представляете, и на свою овцу. Там чуть ли не по доллару. Но это же вообще как бы такой мощный... Почему? Это объединяет этот... Конечно, конечно. Так это же порода, это же не только биологическое понятие, это еще социальное понятие. Потому что там, где исчезает, так скажем, породное разнообразие или местные породы, начинается социальное напряжение. Исчезает порода людей, определенных людей. Порода людей, да. Да, да, да. Исчезают скотоводы, животноводы. Посмотрите, у нас же огромная страна, и животноводческие традиции колоссальные. Вот мы сейчас назвали Бурятию. Они не уделены еще все-таки. Но вот в Бурятии остались. Остались в Якутии такие, знаете... Горн-Алтай. Горн-Алтай, да. Горн-Ашуря. А вот Средняя Россия. Вот мы говорим, да. Вот там, я думаю, все осталось. А вот Средняя Россия... Да, да, да. Надо поискать. Надо поискать. Я не могу так голосом сказать, что все пьют, ничего не происходит. Я знаю. Я думаю, есть. И, может быть, иногда я вижу там возрождение каких-то традиций, связанных с кузнечным делом, например. Я вижу, что сейчас очень мощная тема, о которой мы должны затронуть и поговорить, это тема эко- или агротуризма, которая тоже очень активно уже лет 40, наверное, развивается в мире, а у нас она у нас вот только-только, где-то, по-моему, только в 11 регионах она представлена. А как раз вот тема сохранения наших генетических ресурсов или национальных пород, сортов и растений, она тесно увязана с темой агротуризма. Что вы будете смотреть? Потому что очень много уже людей, ну, по крайней мере, в моем окружении, уже не хотят принимать такую модель солнца, море, пляж и всё. Познавательный туризм, семейный туризм, экологический туризм. Это тема, мировой тренд, а мы в этом отношении просто кладезь. Российская Федерация, я имею в виду. Вы знаете, один такой пример я знаю, потому что сама была как бы участницей этого. Приехали аспиранты из Лондона и говорят, вот мы хотим посмотреть что-нибудь такое, не только Москву и Питер. И ко мне обратились, я говорю, ну, давайте в Тарусский район в обычную деревню поедем. Так вы знаете, что они смотрели на этих, на козочку, в деревенский обычный дом. А потом говорят, когда всё, уехали, ели пироги, там, ели что-то, ну, обычную деревенскую еду. А потом говорят, я говорю, ну, что вам всё-таки больше всего запомнилось из этой поездки? Ну, они так, ну, подумали, Эрмитаж, Кремль, а потом говорят, нет, деревня. То есть, вот… Деревенский уклад, да, и сейчас создаётся в Алтайском крае, создаётся и станицы, где казачество показывает свои традиции. Но если чуть-чуть помните, зоопсихология, общение с животными, особенно дети. Вот мне она рассказывала Светлана Викторовна, Максимова, депутат Госдумы, с которым мы в некоторых проектах вместе работаем. И она рассказывала, приезжают дети к ней на ферму, она фермер, был бывший фермер, сейчас нельзя быть. Приезжают на ферму, говорят, ой, тут что-то пахнет, тут силос, тут ещё что-то. Но проходит буквально 10-20 минут, и я к детей не могу пригласить на чай, по этим там чаем с баранками, там, со всякими вкусностями, нет, от животных не оторвёшь. А я был в Костроме, на Костромской ферме, зашёл к маленьким лосятам. С каким бы это настроением ты ни зашёл к этим маленьким лосятам, вот лицо расплывается... А оттуда выходишь? У любого человека поднимается настроение, потому что вот что-то происходит. То есть здесь не только экономический аспект, а какой-то социальный и психологический. Конечно, конечно, общение с животными. Ну вот мы всё прекрасно знаем общение с лошадью. Ну вот пример, опять-таки, сохранение, я опять положу положительный пример, как много зависит действительно от личности, Архангельская область, Ирина Борисовна Юрьева, мы должны знать своих героев. Благодаря этой женщине сохраняется самая северная лошадь, Мизинская лошадь. Самая северная в мире. Самая, по-видимому, норвежская ферда, они там, по-видимому, родственные, но у нас, в Архангельске, самая северная, там ещё есть Печорская лошадь. Вот благодаря вот этой женщине сохраняется Мизинская лошадь, которая в условиях, когда там метровый снег, она идёт как танк, он мне показывал видеофильм, не поленитесь, если у кого-то есть возможность, зайдите в интернет, наберите Мизинская лошадь, и там есть ролик, где они проводят соревнования на скорость, на сколько, какого количества груза, сколько пройдёт, какое время и так далее, и так далее, и так далее. И эта лошадь сохраняется только благодаря ей. Потрясающе. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Радин, телефон студии прямого эфира 629-08-73, код Москвы 495. А у нас работает Юрий Анатольевич Столповский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией сравнительной генетики Института общей генетики имени Николая Ивановича Вавилова. Ну, и плюс Юрий Анатольевич возглавляет организацию под названием «Хранители», сохранять наше разнообразие, и «Ковчег». А почему «Ковчег»? Ну, понятно, что он ноев «Ковчег», да? Или что? Каждой твари по паре. Ну, это из той же серии. Когда мы приезжаем в Европу, вот, и мы видим, как сохранены те же национальные продукты. И когда мы вывозим, так называемый, слёт тарамадром от земля в Турине, который раз в два года проходит, вот сейчас, на следующий год будет шестой уже слёт, мы ищем фермеров, людей, которые производят наш национальный продукт. Вот мы искали хлеб. Вот, может, подскажете нам, где хлеб нормальный производят? Есть такое. Где пекут хлеб по нашим традициям. Есть. Вот, и поэтому «Ковчег» как бы собрать это всё, необходимо всё это сохранить. Так, то есть, вот сейчас мы обращаемся к радиослушателям. Дорогие радиослушатели, если вы знаете людей, которые выращивают исконные породы скота… Да, производят национальные продукты по традициям наших предков, по традициям людей, которые как бы испокон веку занимались этими традициями. То есть, вы не поддались ни на какие уловки маркетинговые, вы не поддались ни на какую рекламу, а вы спокойно, планомерно, размеренно идёте тем путём, которым шла Россия. Если это такие люди есть, пожалуйста, откликайтесь, Юрий Анатольевич Столповский. Да. И вместе с вами поедут они в Турин и будут показывать свою… Мы проводим отбор людей, люди заполняют анкету, и, конечно, есть большие шансы поехать в Турин, и самое главное не просто поехать в Турин, а пообщаться с себе подобными. Со всего мира. Конечно, со всего мира. Пять тысяч производителей, пять тысяч производителей. Именно национальных. Да, мы вот последнюю поездку мы привезли пчеловода с Горного Алтая, который разводит Моралов, Яков. Вы знаете, там была секция пчеловодов, вы знаете, в Америке была проблема мощная. Знаете, какое там бурное обсуждение? А когда обсуждают фермеры, которые реально этим занимаются, когда там есть рестораторы, повара, учёные, журналисты, это всё вот такой вот… Это новый путь такой. Конечно, колумерат идей. У нас звонок, пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем. Добрый день. Говорите. Нина Семёновна, это из Москвы беспокоит вас. Так приятно слышать и общаться с таким гостем, как Юрий Анатольевич. Вот у меня такой вопрос хочется задать. Вот мы вчера видели, как у нас погибает свиноводство в нашей родине, нашей России. И это уже вот идёт вот эта такая тенденция с юга, уже середину нашего, нашей Европы захватила, уже и до Белоруссии добралась. Как ваше мнение, Юрий Анатольевич, насчёт вот этой вот инфекции, которая среди свиней теперь убили, не знаю уже какое количество поголовьев. Понятно, спасибо. Ну, знаете, я не ветеринарный врач, и мне трудно что-то сказать по инфекции. Я вам расскажу по нашим породам. Вот совсем недавно мы искали брейтовскую породу, и выяснилось, что это единственная порода, наверное, осталась на территории России, которая может пастись. Соответственно, она может ходить по пастбищу, и получать... Мы можем получать совершенно другого качества мяса. Вот. Я, конечно, не буду там всякие версии, что это развивать, что это некие там диверсии и так далее, и так далее. Вот. С моей точки зрения, повторю свою мысль, необходима государственная программа по сохранению собственных национальных пород и сортов растений. Она архи необходима. Ну, я думаю, там версия насчёт диверсии вполне имеет право на существование, поскольку рынок всегда – это очень жестокое и жёсткое образование. Так что всё может быть... Ну, это вопрос к Россельхознадзору. Ну, это вопрос не ко мне, да. У нас ещё звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот, Кул Виктор Иванович из Краснодарского края. Можно, Юрий Анатольевич, два вопроса задать? Пожалуйста. Первый вопрос. Вот вы говорили про семенной растительный фонд. По-моему, он в Питере находится. Насколько я знаю из вашей передачи, когда-то вопрос стоял так, что его уже торгует и не за горами тот час, когда его вообще не будет, он исчезнет. И второй вопрос такой, вроде животного мира. Значит, в Краснодарском крае практически появился монополист один, захватил свино-рынок. Он сам свинину на все мясоперерабатывающие комбинаты поставляет, потому что во всех остальных предприятиях сельскохозяйственных свинина просто истреблена. Придумали эту африканскую чуму и под эту марку все уничтожили. Вот есть у вас какая-нибудь информация, когда это безобразие закончится? По первому вопросу. Да, действительно, были очень серьезные проблемы нескольку с коллекцией, а с землями. Потому что коллекции, как вы с вами понимаете, нужно высевать, пересевать и так далее, следить за ними. То есть, они периодически должны быть размножаться. То есть, они не просто лежат в мешочках где-то на стеллаже? Нужно, да, периодически высевать. И были проблемы, действительно, с землями. Подключилось, по-моему, все мировое сообщество. Насколько я знаю, даже петицию подписал принц Чарльз. Наше правительство. И насколько я сейчас знаю, что ситуация стабилизировалась. Правда, не знаю, насколько. То есть, земли отстояли, коллекция поддерживается. Хотя, насколько я знаю, из уст того же директора, Вира, не в должной мере. И вот о том законе, которым я говорил, который принят по сохранению генетических ресурсов растений, я думаю, что эта коллекция однозначно должна быть сохранена. Если будет время, я расскажу, каким образом эта коллекция помогла Эфиопия, кстати. Если это будет интересно нашим слушателям. Что касается производства свинины в Краснодарском Трае, вот эти монопольные все эти темы. В Белгородском. Да. Ну, вы, я думаю, понимаете, что существует индустриальный путь развития и производства. И есть, мягко скажем, альтернативный. Ну, он не альтернативный, он традиционный, кстати. Это экологическое сельское хозяйство. И в мире, в зависимости от развитости экономики, пропорции приблизительно 20 на 80. То есть, 20% индустриального, 80, как ни странно, традиционного ведения хозяйства. Это везде в мире. Нет-нет, это только развитые экономики. Например, в Голландии все по-другому. Я сейчас говорю, там, Италия, Франция, Германия и так далее. Но у нас действительно преимущество и приоритет индустриального развития на данном этапе, хотя, с моей точки зрения, должно быть два направления развиваться. Они должны быть поддержаны. А на данном этапе, конечно, прежде всего, нужен закон, поддерживающий такое производство. И нужна вот ваша работа, нужна в хорошем смысле пропаганда, чтобы люди могли голосовать кошельком. Потому что смотрите, как наши торговые сети здорово отреагировали на все эти направления. Появились и фермерские товары. Правда, кто нырнул под эти фермерские товары, это абсолютно другой вопрос. ЭКО, БИВ, о чем мы уже с вами говорили. Но нужно голосовать кошельком. Это, если мы говорим на народном радио. Вообще, это серьезные экономические проблемы. И в регионах есть, конечно, тема, связанная с тем же монополизмом. И не только Краснодарский край, есть и в других регионах такие примеры. Ну, вот недавно мне рассказывали, как в том же Краснодарском крае. Просто приезжают, а у вас две свиноматки. Так, будем, сделаем уколы и увозим. У них признаки там чего-то, какой-то болезни. Что за болезнь? Какая болезнь? Все, увезли. Что дальше? Вообще, это вообще отдельная тема. Ну, отдельная тема, да. Или это конкуренция. Но с другой стороны. Ну, это недостойные какие-то. Недостойные. У нас есть соответствующие структуры, которые, с моей точки зрения, антимонопольный комитет в том числе. Я уж не говорю про прокуратуру, потому что здесь уже, по-моему, такие моменты возникают. Ну, вы же понимаете, если в том же самом крае, где есть самый главный монополист, и ты обращаешься в эту прокуратуру, шансов добиться справедливости, ну, скорее всего, не так уж и много. Мне трудно судить. Трудно, трудно. Я доктор биологических наук, а не доктор юридических, к сожалению. Но вот то, что сейчас был звонок с Краснодарского края, это, ну, по-видимому, есть такой тренд, и на это нужно обратить внимание прежде всего региональным властям, потому что, повторю, нужно развивать все направления. Вот, кстати, как в Белгороде. Там же есть индустриальные жаловы. Ну, не надо, не надо. В Белгороде тоже приехали и свиней порезали. Нет, это понятно. Но там есть семейные фермы, которые поддерживаются, и не так просто будет все это порезать, на самом деле, если это все разовьется. Еще звонок у нас. Пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем. Добрый день, Татьяна Степановна. Добрый день, Юрий Анатольевич. Спасибо за передачу. Это Александр Иванович, Москва. У меня вопрос к Юрию Анатольевичу. Как вы оцениваете следующую ситуацию? Наряду вот с преимуществами по экологии у России есть капитальный очень недостаток. Это наш климат. То есть производство вообще чего-нибудь от сельского хозяйства и до промышленности обходится по энергозатратам и по обслуживанию всего производства намного выше, чем в более благоприятных странах. Как вот в этой ситуации не превратится ли производство, о котором вы рассказываете, экологически чистое, в какие-нибудь показательные резервации для туристов и все. А все остальное будет у нас, тем более, что мы вступили в ВТО, хлынет пластмассовая еда. Спасибо. Очень хороший вопрос. Конечно, очень хороший вопрос. Я думаю, что я говорил уже о неких преимуществах России. Ну, климат, если мы с вами будем рассматривать Ставропольский край, Краснодарский край, там, Поволжье, наши черноземы, если вы помните, Воронежская, Липецкая область, то здесь, я думаю, все замечательно. Ну, я вам пример приведу. Мы позиционировали на одной из выставок по продуктам мясо яка. Более того, предложили одному известному комбинату делать из этого мяса, экологически чистого, колбасу. Так вот, в России огромное количество территорий, где можно, ну, субальпийские луга имеется в виду, где вот именно яки могут выжить и могут давать определенную продукцию. Вот, к сожалению, ководство у нас загнано, дальше некуда, даже говорить об этом, мне вот, по крайней мере, стыдно. Вот, у нас огромное количество, если говорить о жидноводстве, то у нас огромное количество естественных пастбищ и незамерзающих источников. Вот, возьмите Горн-Алтай, возьмите вот этот вот подбрюшье, как бы, южное, восточное. У нас есть возможность вот сейчас применять определенные технологии. Я видел различные комплексы, где производство животноводческой продукции, ну, так скажем, не то, что относительно выгодно, но оно не уступает западным, как бы, аналогам. Я опять боюсь вашу Белгородскую область привести, или Орловскую. Но, тем не менее, там такие аналоги есть, и по себестоимости. Ведь, понимаете, еще есть такое понятие продовольственные мили, и есть такое понятие производства местных продуктов питания для местных жителей, есть понятие такое, как географическая привязка. Если мы это все, как бы, с вами вспомним, то, я думаю, ну, у нас есть какие-то шансы. Я понимаю, о чем вы говорите, и насколько все это сложно. Но, тем не менее, я бы так обреченно не смотрел. Но до 2013 года Россия производила, была первой в мире по маслу, там, допустим, тоже Вологодская. Да, мы скотно-местные биржи гоняли, мед – это же наша, как бы, тематика. И, понимаете, нужно очень скрупулезно и грамотно подходить к этому вопросу. От подготовки кадров до, действительно, экономической политики государства. Это все в комплексе. И тогда мы сможем быть по всей области конкурентноспособны, в том числе и к валу продуктов. А вот что касается пластмассовых продуктов, ну, вы понимаете, в Мегаполисе, я точно знаю, существует определенная целевая аудитория, ничего, я так скажу, или люди, которые отказываются от потребления. Но то, что сейчас прошли там целые циклы передач по первому каналу, по второму, по-моему, все отметились в РНТВ по продуктам. И ко мне мои друзья подходят с ужасом, говорят, слушай, а что же вообще есть-то можно после всего. Ну, и скажите, выдайте тайну, что можно есть. В общем, фастфуд вы категорически. Фастфуд я не рекомендую. То есть, никаких этих быстрого питания, понятно. Нет, конечно. Если вы будете постоянно питаться, это у каждого свое. Вообще, я знаю, что, так скажем, популяция человеческая, она делится на три категории. Первая категория, они, в общем, все внимательно читают и обо что в рот не положат. Вторая категория крайности, вот как вы любите крайности, это абсолютно, можно такое непарламентское, фиолетовое, абсолютно, что они будут есть. А треть, которой я являюсь, это микс. Мы можем и так питаться, и так питаться. Большинство... Конечно, я бы хотел, да, питаться натуральными продуктами, потому что... А как узнать? Читайте этикетки. Ну, там же можно написать-то. Ну, я понимаю, но, тем не менее, читайте, внимательно читайте. Вот, это мое первое, как бы, вот, правило. Так, читайте, читайте и читайте. Вот, знаете, узнайте производителя. Знаете, нужно разбираться в продуктах. Вот у нас очень многие в вине и в винных всяких делах разбираются, ну, просто спецы. Почему мы знаем, что, например, вино производится из какого-то винограда, на каком-то склоне, какого-то года? А вот кусок мяса, чем он отличается? Это культура уже наше потребление. И это мы говорим сейчас про мегаполис, а если мы уезжаем в регион, то все прекрасно знают, что вот такой-то завод производит, вот такой... Я не буду сейчас рекламу делать, я знаю мелкие заводы, которые производят, и люди покупают именно это, и покупают свое, в том числе и хлеб. Ну, понятно, свое ты знаешь, что вот из той деревни привезли на этот терминат. Конечно, а есть сейчас это развивается, это горизонтальные такие вещи, когда фермеры по деревням ездят, развозят уже, когда вы прекрасно знаете этого фермера, когда у него продукцию берете постоянно, когда вы можете пойти посмотреть, как он производит, потому что когда мы приезжаем к экофермеру, я вижу, что он никакой не экоферма, потому что он абсолютно не знает, чем он свое животное кормит, какой у него комбикорм, какой состав и так далее, и так далее. Просто сейчас это все будет развиваться, я уверен. Другое дело, что передать бы этому импульс помощнее. Вот мы с вами будем придавать этот импульс. У нас еще звонок, пожалуйста, мы вас слушаем. Здрасте, Андрей, Москва. Хотел бы внести оптимизм по поводу того, что уже есть человек, который выращивает очень дешевое и экологически чистое дерево. Только без рекламы, Андрей. Нет, это не реклама, я просто хотел назвать конкретную фамилию конкретного человека, о котором я уже несколько раз говорил на народном радио. Это фермер Шугуров в Пензенской области. Суть его метода в том, что по весне он разбрасывает солому по полям, заделывает ее культиватором в землю, солому начинает поедать черви, выделяет гумус, и в результате на низкоплодородных почвах у него урожая больше 30 центнеров зерна с гектара. Это очень приличный показатель. И самое главное, что она очень дешевая получается, потому что он не затрачивает средств на минеральные удобрения. Понятно. Спасибо, Андрей. Да, существует... Нет, но я могу сказать, что не только Шугуров, да, я могу и других называть производителей. У нас вообще страна огромная, и много есть примеров. Вот пример такой технологии, да, я согласен, что вот как раз можно, используя технологии наши российские, вот, может быть, с опытом западных коллег, которые с нами поделись. Вот сказали, Пензенская область, я не так давно была в Ярославской области, в одном из родовых поместьй. И там именно то, о чем говорит Андрей, но солому кладут толщиной вот такой слой, пласт, я бы сказала, пласт сантиметров 30, и прямо на эту солому бросают картошку и заделывают опять еще соломы, и уезжают или уходят, я уж не знаю, что с ними делается. И вот эта делянка, ну, там, может быть, метров 50, может быть, 100 квадратных, слушайте, картошка, потом чистая-чистая, оказывается, она прекрасно вызревает на соломе. Меня это вообще поразило, так красиво, так необычно. И не болеет ни ржавчина, ни хитавторы, да. А я говорю, а где же жуки ваши эти самые колорадские? А говорит, а он не нашел, потому что у нас здесь среди леса, то есть он еще не пришел. Ну, в общем, вы знаете, у нас земля очень интересная, народ у нас замечательный. Народ у нас замечательный, поэтому это все нужно собирать. Вот мы, как раз, фаново-хранители хотим такие примеры собирать и сделать площадку, где мы можем фактически литься всем, от рецептов бабушки до вот таких технологий, чтобы люди могли… Все, вот она вам эта площадка, пожалуйста, рассказывайте. Ну, расскажите все-таки, как коллекция Вавилова спасла Эфиопию? Кстати, я ездил в Эфиопию буквально год назад, идея была такая, у нас Николай Иванович Вавилов достаточно, наверное, на данный момент самый известный российский генетик среди всех, по-моему, живущих. И он в свое время ездил в Эфиопию, где он собрал очень много бесценных, вот как раз сортов, древних сортов эфиопских. И все это привез в страну, и все это хранится в коллекции. Эфиопы в какой-то момент решили заменить свой древний сорт пшеницы, черных пшениц, там еще достаточно интересная вообще пшеница. И когда мы уже ездили, я вот это все услышал из уст наших посольских товарищей, коллег, которые сказали, что сорт, который был предназначен для арабов в течение, по-моему, трех лет не смог противостоять засухе. Там очень заслушливые сезоны бывают. И, собственно, ступил голод. Вот, люди погибли, причем не сотни, а тысячи. И кто-то из очень умных эфиопов вспомнил, ну, и премьер-министр, по всей видимости, он вспомнил, что был такой русский ученый, который все это дело собрал. Ну, там был небольшой шум. Эфиопы в России за семенами. Нет, ну, там была идея, да, что вот вы у нас там что-то там, так сказать, увели. Но тем не менее было официальное обращение, и Россия ответила, это мы вернули из коллекции вот как раз в Авилу. Представляете, вот… Ну, себе-то оставили? Конечно, конечно, мы себе оставили. Но мы вернули эти семена эфиопам, они стали интердуцировать в определенных районах. И как себя ведут эти семена? Вы понимаете, они, вот опять-таки, мы опять говорим, когда говорим о продуктивности, да, вот есть там галштинофрийская порода, у которой какие-то бешеные вообще удои, но мы забываем, что есть какие-то ветеринарные вещи, мы забываем, что вот за этот удой это животное платит своим здоровьем. И менее продуктивные сорта, вот эти древние, но они выживают при засухах, и они стабильно дают определенный урожай. И опять-таки, другого качества зерно. Из него получается другого качества, вот там у них ТЭФ такой называемый, вот типа лепешки, если кто-то был, то понимает, о чем я говорю, но это как типа нашего блина. Кисломолочные, достаточно специфичные, но без него они никак. И тут голландцы берут вот этот у них ТЭФ, где-то там патентуют, и фоб тоже возмущены. Потому что здесь еще есть тема интеллектуальной собственности, в том числе на наши сорта. О, как интересно. И растения, и наши породы. Вот, если бы мы, повторяю, занимались бы, их бы отстаивали, их бы пиарили, я уже повторю эту мысль, я думаю, что у нас многое было по-другому. Ну вот хорошо. Опять я напоминаю, что это народное радио. У людей есть свои участки. Шесть соток, кому-то повезло, у него десять соток. Что можно сделать именно в этом плане? Потому что государство, когда еще примет этот закон, когда оно еще начнет действовать, а чтобы люди сами по себе делали эту, в общем, благородную работу. Да я думаю, что вообще вот эта уникальная вещь, шесть этих десять соток, я общался с одним, вернее, не я общался, но, собственно, я и с другими людьми общаюсь, с которыми говорят, что это уникальное вообще решение. В свое время было, по-моему, нашей коммунистической партии было принято выделить нам эти сотки. Вот приезжал японский профессор, который просто писал, говорит, да вы вообще не понимаете, что вы делаете, у вас сплошное экологическое сельское хозяйство, причем в отдельно каждой семье. А в Италии мне в Институте гастрономических наук, кстати, единственном в мире, профессор говорит, да вы просто писаете, что такое ваше квашение, вот это соление. Я так не усмотрю, и я понимаю, что у меня глаз-то замылен, мы с детства к этому привыкли. А он говорит, это уникальное явление, это уникальное явление, я с ним, в общем-то, согласился, что это уникальное явление. В чем уникальность? Да уникальность в том, что в каждой семье мы что-то солим, мы что-то там творим. Это понятно. А вот из чего? Из голландских семян? Да. А вот вернемся к тем голландским семенам. И у меня мама растеневод, так скажем, и она все это прошла. Она тут же взяла, по-моему, когда еще Макдональдс появился, первые у нас в Подмосковье были эти поля, она там всякими путями добыла, и очень гордилась, что она добыла этот сорт голландский, такие плоские картофелины по шесть штук, абсолютно беленькие. Но когда мы получили их, мы заложили в погреб. Я через месяц, мы, в общем-то, вынимали оттуда лопатой некую склисткую жижу. Не хранится этот сорт. И я думаю, что профессиональные уже садоводы тоже и сажают и плодовые деревья определенные. Есть такое понятие, вот именно адаптированное к определенным условиям и яблони, и груши, и т.д. и т.п. А есть понятие для засолки огурчики, чтобы они хрустели. Ой, как вы хорошо, как вы вкусно говорите. В этом у нас кланяюсь, по-моему, абсолютно точно. И Россия в этом отношении богатейшая страна. Ну, что? Это в других. Все-таки оптимизм, да? Я оптимизм. Я оптимист. Я думаю, что многие вещи, они происходят, может, даже независимо, вот особенно в регионах. Я знаю 100%, что сохранится алтайская лошадь, потому что сохраняет место жителей, и там есть молодые люди, которые говорят, мы это сохраним. То есть все зависит все-таки от народа? Конечно. Да. Спасибо, Юрий Анатольевич. Я напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня в студии работал Юрий Анатольевич Сталповский, доктор биологических наук, но самое главное, председатель правления ОНО-хранители, вот сохраняем, и лидер сообщества Ковчег. Это медленная еда. Ну, один из лидеров, да. Один из лидеров. Это еда без спешки. Еда без спешки. Давайте будем жить без спешки, потому что жить в нашей стране надо долго. Питайтесь вкусными. Питаться вкусно, честными. Чистыми и честными продуктами. Спасибо, Юрий Анатольевич. Все будет хорошо. Передачу вела я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго. До свидания.